Здарова, мои маленькие любители, пожрать! Я купил на днях вот такую штуковину, здесь полтора килограмма свиняковых ребер. Хочу их очень-очень долго томить в глиняном горшочке на 2 литра. Надеюсь, они все туда влезут очень сильно. Они будут томиться в томатно-соево-сладеньком соусе. Никогда так не делал, но амбиции, ребята, амбиции, понимаете? Вот они прут просто из меня вот так вот, амбиции эти. Не знаю, вот так вот, наверное, прут амбиции обычно, да? Короче, ставь лайк, сразу будет вкусно, 100%. Итак, ребра я начну готовить с духовки. Надо ее включить на 180 градусов, пусть разогревается. А также ребра я продолжу готовить с лука. Ты че, дебил, спросишь меня ты, дорогой зритель? Нет, отвечу тебе я. Лук нам понадобится для сладости. Но и то, этой сладости будет недостаточно. Будем добавлять еще сахар. Четыре небольших луковицы. Порежу его мелко. Ребятки, это все будет томиться там часа полтора минимум, поэтому можете не стараться это нарезать как-то очень красиво. Это все просто разойдется там на сладенькую водичку. Знаете, че подумал сейчас? Какого черта я вообще начал с лука? Нам же ребра надо обжарить сначала, до корочки, чтобы они вкуснее были. Масло достаточно сильно разогрелось. Я беру какую-то часть свиняки и выкладываю сюда. Будем жарить несколькими партиями. Три-пять минут с одной стороны обжарю и достаточно. Просто до корочки, хотя бы с одной стороны, так будет вкуснее уже. Если я буду обжаривать их со всех сторон, я просто заеблюсь потом отмывать всю кухню от летящего масла. Смотрим, что получилось. То, что надо. Перекладываю всю эту партию в горшочек. Блядь, как все стреляет. Итак, вторая закладка. На ту же самую сковородку. Опять ее сильно нагреваем. Выкладываю вторую партию. О, да! Все, вырубаем. Зацените, ребятки, как четко хватает двухлитрового горшка на полтора килограмма ребер. Соус-заливка для наших ребер будет состоять из томатов. 500 грамм протертой мякоти. Помидорный вкус имеет, лайк ставлю. Лук нарезанный, соевый соус, пару-тройку ложек вместо соли будем использовать. Пару ложек сахара будет, можно заменить на мед. И все наши травы. Сейчас я подробнее покажу, какие. Почему травы? Приправы. Травы, приправы. Так, let's go сразу тогда, ребятки. Смотрите, та же самая сковородка. Видите, она коричневая. А это значит, что на ней можно продолжать готовить. И я даже скажу, что нужно продолжать готовить на ней. Все вкусы сконцентрировались у нас тут. Если бы здесь были какие-то черные угольки, то это надо было бы мыть. На этот раз масла не буду использовать. Здесь еще его достаточное количество. Здесь пару ложек есть хороших. Ну и отправляем весь наш лук сюда. Смотрите, как лук налепил на себя все, что было на сковородке. А? Кайфец вообще. Скажем луку спасибо в комментариях, что нам не придется сильно усираться с мытьем сковородки. Вы что думаете, я шучу что ли? Комментарий давайте. Зашли в комментарии, пишем лук, брат, спасибо, брат. Так, гайся, лук слегка так обжарился, знаете, не сказать, чтобы пожарился, скорее сварился. И немножко начал прижариваться. Я думаю, этого достаточно. К луку вливаем все наши помодорки. О, да. Водички в коробочку налили, немножко вот так потрясли, потому что мы платили за все томаты, да? А не только за те, которые у нас вывалились. Вот все, теперь все. Так, дальше смотрите. Пару ложек чайных. Раз. Два. Сахара. Чайную ложку гранулированного чеснока сюда. Чайную ложку кориандра. Ну, такую, знаете, без особой горки. Чайная ложка куркумы. Чайная ложка паприки. Пару столовых ложек соевого соуса. Пока что пару, потом буду пробовать. Сейчас покипит немножко, попробую, как оно там. Ну и примерно чайную ложку горчицы сюда. Хорошенечко перемешиваем. Даем покипеть этой штуковине. Пробуем, хватает ли вам соли, сахара, кислоты, пряности. И добавляем, если что-то не хватает. Так, ребятки, смотрите, эта штука покипела. Накрывайте обязательно крышкой ее, потому что она очень сильно брызгает, тварь такая. Смотрите, я попробовал. Мне не хватает еще, наверное, двух ложек соевого соуса. Добавлю-ка сахарку еще. Пусть будет немножко послаще. Ну, еще вот чайную ложку добавлю. Опять пробуем. Да, ребятки, постоянно пробуйте. Соевый соус, разные по солености у всех. Я не могу вам точно сказать, сколько надо. Плюс там у кого-то рецепторы такие, у кого-то другие. Поэтому все, только пробовать надо. Ого, вот это нихуя себе. Вот это вкуснятина. Так, тем временем, пока наш соус закипает... Смотрите, что у нас здесь происходит. Сейчас выставлю камеру. Хороший пучок петрушки. Прям хороший, 100 грамм петрушки. Отрежу все ноги у петрушки. Ни в коем случае ноги не выбрасывайте. В них куча вкуса. Ты еще раз подумайте, а не выбросит ли мне себя? Чего? Соус покипел, еще раз пробую его. Найс. Очень вкусно. Все, я вырубаю эту штуку, пусть она стоит пока. Продолжим с петрушкой. Получилось два пучка. Вершки и корешки. Половину из них берем. И убираем ее в пакет. Вот в такой вот, который в морозилке у всех должен лежать. Видите, сколько ног и всяких жоп от перцев там и так далее. Все, сюда вот это убираем. И в морозилку. Потом, когда будете варить суп, вот это делает ваш суп просто... Очень вкусно. Листочки измельчаем. Вот смотрите, ребят, я уверен, что многие из вас, покупая зелень, просто, знаете, берут оттуда какой-нибудь небольшой пучочек, его используют, а вся остальная зелень просто смотрит вот так вот на остальные продукты, медленно умирая. По-любому, да, так и есть. Я подумал, как же спасти зелень? Почему я плачу за целый пучок? Палки я замораживаю. Ладно, окей, там, какую-то часть зелени я спасаю. Но вот остальное, что с ним делать? Оно просто постепенно умирает. Я смотрю на то, как оно умирает. Оно смотрит на то, как я на него смотрю. И все смотрят друг на друга, а ничего поделать не могут. Я решил, что я буду замораживать, наверное, часть. И когда мне понадобится зелень, я буду просто доставать ее, класть на горячее блюдо, и она будет расходиться. Конечно, она будет, возможно, похожа на сопли плюс-минус, да? Но какой-то вкус она будет отдавать свой. В каком-то из следующих видосов я вот использую вот эту вот штуковину. Ну и, собственно, вы сами все увидите. Все, и в морозилку. Ну а дальше, ребятки, берем нашу глазировку-подливу-соус-заливку. И просто добавляем сюда к нашим ребрам. О май гад. Фудпорно просто. Видите, как тут все плотненько. Надо вот это вот гнездо все разворошить, чтобы туда провалилась жижа. Там сверху лежит. Что это получится? Это просто будет что-то просто на нереальном. Ребятки, вы должны это увидеть. Просто, просто. Да что же это? Вот эти палки, которые у нас тут были, я их вот так вот туда утапливаю. Все, потом мы их оттуда выловим. Обратно их закапываем. Чеснок вот такими прям крупными прям штуковинами туда закидываем. Все, немного тоже их туда проваливаем. Не переживайте, все соки они отдадут. Здесь очень много влаги. Нужно быть очень осторожным, чтобы все это через верх не повалило. Лучше поставить противень вниз под это все дело, потому что может начать кипеть и просто вытекать через верх. Так что накрываю вот так вот не очень плотно сначала. Оно немножко все равно испарится. Все, минимум полтора часа. Минимум. Я хочу, чтобы там крем был, понимаете? Чтобы там кости практически растворились. Оу, что это? Солокер! Так, чувачки, я не зря положил фольгу на дно духовки, потому что все-таки полилось через край. Чуть-чуть, прям совсем чуть-чуть. Ну вы посмотрите, мне кажется, вы не совсем готовы вообще к этому. К этому вообще возможно быть готовым? Так, помните, да, мы здесь утопили наши ноги? Вылавливаем. Горячо, блин. И на смену ногам, помните, зеленушку, которую мы нарезали? Вот всю ее сюда и добавляем. И перемешиваем. О боже, это просто, ну это футпорно же. А мы точно на ютубе вообще. Самая приятная часть ролика. Как же вкусно. Резюмируя. На ютубе в основном ролик с ребрами, это, ну вот такие вот запеченные в горшочках, в основном они делают там с картошкой, с овощами, с какими-то. Это все очень вкусно. Но это заканчивается просто очень быстро. Но я хотел сделать ребра, чтобы их было много, чтобы хватило надолго, хотя бы там на пару дней. Поэтому было принято решение вот так вот сделать. Можно положить на все, что хочешь, там сварить картошечку, не знаю, там на гречку даже, там не знаю, на пюрешку, куда угодно. Положить это, это будет просто пушка. Это безумно вкусно. Мясо отходит от костей. Глазировка бесподобная. Она соленая, кисло-сладкая. Идеальный баланс. Аромат петрушки, ну надо ее добавлять, ребят. Ну по-любому надо. Я знаю, что многие не любят покупать зелень, только вот из-за того, что да, она умирает в холодосе. Но у меня практически весь пучок ушел. К тому же на такую двухлитровую кастрюльку граммовки практически идеальны. Опять же, не знаю, какой у вас там соленый соевый соус, но в остальном все просто великолепно. Я надеюсь, этот рецепт был полезен для вас. И вы повторите его когда-нибудь. Спасибо, что лайкаете видосы, комментируете их. Слова поддержки очень важны для меня. Очень приятно читать, что вы там пишете. Всего вам хорошего. Пока-пока. Готовьте ребры. Любите маму. Я не могу удержаться, я, пожалуй, еще одно сожру. Как же вкусно. 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 Как же вкусно.